Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас данные о продажах виски в нескольких странах. В этот раз мы будем обсуждать, как использовать LOD выражение. Решифроваться, как это Level of Detail выражение. Давайте перейдем к решению задач. Первый вопрос звучит так. Построить area graffiti продаж ирландской виски в виске по выбранным странам за период с 1990 по 2016 год. Как показано на рисунке 1. Среднее значение продаж должность подсчитана с помощью LOD выражения. Давайте перейдем к построению. У нас с прошлого видео осталось две меры. Это Country и Last Year Label. Country у нас просто превращает название в страны, приводит все названия стран к верхнему регистру. Last Year Label выводит только значение данного показателя за последний год. Мы можем еще добавить один показатель. Мы хотим посчитать средние продажи в виски средним во всем странах. Причем мы хотим посчитать отдельно эти продажи для каждого года и определенного качества. То есть у нас будут посчитаны продажи виски в каждый отдельный год для сегмента премиум и сегмента стандарт. Давайте напишем эту меру. То есть это будет название Average for all countries. LOD выражения имеют специфический синтаксис. Они создаются в круглоскобках, фигурных скобках и начинаются, могут начинаться только с трех названий. Include, Exclude и Fixed. Самое простое предпринимание сейчас это Fixed. Давайте я его запишу и расскажу, что это значит. Recalty. Смотрите, у нас всего 27 лет информация по каждому из видов виски для каждой страны. Вообще у нас три вида качества. Таким образом, если мы возьмем какой-нибудь отдельный год, 1990-й, в премиум сегменте у нас будет посчитано, исключительно общие продажи виски за 1990-й год в формате премиум в среднем по всем странам. То есть у нас сложатся все продажи виски по каждой стране за данный год и данного качества данного формата и поделятся на их количество, на количество стран, которые входят в данную выборку. И так будет сделано для каждого года. и каждого формата виски. То есть, смотрите, он в три формата 27 лет. То есть у нас появится таплица из 81 дополнительной строчки, в каждой из которых будет отдельная информация по данному году и данному виду виски. Давайте сразу добавим необходимые для нас фильтры по стране и виду виски. Нас интересует Канада, Чешская Республика, затем Франция, Германия, Ирландия, Россия и Соединенное Королевство. И сразу добавим, чтобы у нас исключался Super Premium в таком формате. Можем сразу закинуть их в контекст. И да, нам необходимо их, на самом деле, сделать с контекстными фильтрами по причине того, что если они и такие выми не будут, не будут, то выражение, LOD выражение не будет воспринимать эти фильтры. То есть, если смотреть порядок операций в табло, то фильтры, которые не являются контекстными, идут после LOD выражений, в то время, как контекстные позволяют отфильтровать информацию, которая используется в Fixed LOD выражениях. Это так, я сейчас продемонстрирую, станет понятней. Давайте перетаскиваем в страну. Ну, в общем-то похоже на все, что мы делали в прошлом видео. Давайте повторим. Также добавляем SumCases, SumLastAirLabel, причем делаем это через DualAccess. Потом добавим вот это выражение. Давайте использовать среднее для каждой страны. Тоже через DualAccess. И, как видите, у нас это сделается в таком формате. Нам нужно, чтобы все графики были сделаны через Area. Они у нас получились разного цвета, но хотелось бы получить более понятную, логичную оценку, которую можно как-то анализировать. Разделом, чтобы это все было в формате интервью. Затем синхронизируем ося. И следующий этап сделан так, чтобы верхняя половина для формата Cases была в более удобримом виде. в таком формате. Теперь мы можем исключить каждую из осей. Теперь здесь можно как-то этим пользоваться. Сейчас продемонстрировал, что будет, если мы сделаем фильтр не контекстным, а классическим. Если мы оба с ними делаем так, то у нас добавится еще дополнительная информация. И, как видите, убрав из контекстных фильтров страну и диписки, у нас поменялась средняя для каждой страны. То есть, вот этот красный выказатель, он одинаков для обоих случаев. То есть, если мы посмотрим сюда, то мы видим, что есть, например, средняя для каждой страны у нас в данном случае 50 тысяч 919. Давайте просто последнее в 16-м выбор рассмотреть. Вот средняя для Канады он показывает, ну, вообще для всех стран, которые здесь считаются, составляет 147 176. То есть, обратно положено в контекст, то он будет считать средняя для вот этих семи стран, которые у нас есть только фильтры. И число увеличится практически два раза. Поэтому дальше мы можем добавить второй фильтр опять-таки в контекст. и на самом деле можно так же снова убрать эти вертикальные ося и просто настроить, как все это выглядит. То есть, заходим в конус, делаем так, и делаем так. И теперь все стало немного удобней и понятней. Второй вопрос. Нам нужно построить такие же графики, только в немного другом формате. И в данном случае, как я понимаю, из-за данного света, то, чтобы посмотреть разницу без использования LUD выражения. Давайте так и сделаем. Мы опять-таки вставляем страну сюда. Год. Кладем в то же место. Общее количество продаж перетаскиваем туда же. И теперь просто добавляем качество, качество детали и цвета. цвета. Но проблема случается в том, что нам желательно используется тот же самый фильтр. Давайте мы добавим его и аналогично сделаем с качеством. Будем использовать формат области. Ног бы закрашиваться только необходимую область. использовать Entire View. И в таком формате у нас все прекрасно пересчитывается. Сразу же уберем различные бессмысленные названия, которые только мешают визуализации. И как мы видим, результаты получились кинем-то немного другие. следующий этап предлагается добавить на дашборд. Я думаю, вы можете сами решить эту проблему. Уже делали не первый раз. Ну, в данном случае разбор этого задания мы закончили. Всем спасибо за внимание.